Всем привет! Вы на канале Ещё Один Ход и сегодня мы попробуем сыграть в Hard West. Как вы знаете, буквально на днях выйдет вторая часть, а я так в своё время и не попробовал первую. Так что сегодня мы попробуем наверстать упущенное, но я думаю, что полностью проходить я её не буду. Посмотрим, как она пойдёт. Давайте поставим сразу самую тяжелую сложность. Боевые ранения при сильных вне характеристики вашего персонажа стыдают, но затем он становится сильнее. Что хорошо. И давайте начнём сценарий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, поехали. Обучение. Ну, я его уже подходил. Давайте без обучения. Так. Собственно, враги подянуты по тревоге. Так, у нас тут есть ещё двое, я так понимаю. Давайте, наверное, сюда. Так, две жизни, или сюда. Так, тут типа шум. Так, тут непонятно. Не написано какое-то укрытие. Давайте попробуем сюда. Оу. Вот так просто. Сходу. Бестрая стилба, выстрел. Быстро со мной разобрались. Давайте ещё раз. Так, обучение, или... На самом-то деле, я уже проходил обучение, но давайте. Пусть так. Так, ваш ход первый. Так, понятно. В пределах радиуса. Окей. Так, ну, хорошо. Давайте сюда. Да, видите, тут врага сразу нет. То есть, миссия другая. Так, считаем, ваши враги. За дурак активен. Да, давайте пристрелим его. Расходы очки риса. Каждый персонаж начинает бой с двумя АД. Расходы все остаются сюда. Да, хорошо. Да, ну, то есть, обучение такое заскриптованное. Мы не можем проиграть. Так, перезарядка, окей. Тоже отрасходует ход. При свете дня в отгруппе можно встречать по их теням. Можно даже стрелять, ориентируясь на тени. Если дня я ничего не переграждает. Да, вот, типа, стоит чувак. Можем выстрелить. Типа, через тент. У вас закончилась удача. Если вы с прицелиться, то непременно будут. Найти у прицел получше. Так, хорошо. Весу Джене можно использовать... А, вот, типа, подбежать и поднять. Так, красная плоская, запас здоровья. В вашем жизни есть несколько сложностей. Для них рискнулось, что требуется удача. Хорошо. Быстрая стрельба. Прибыстрой стрельбе выпускаете три пули подряд. Шанс попадания 29. Окей. Так, ну, давайте заходим. Обучение закончено. Ну, обучение не очень длинное. Ещё раз. Да, ну то есть обучение миссия очень сильно отличается. Так, ну собственно остались мы где-то посреди Америки. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну так скажем, не добрались до земли обетованной и остались где-то на полпути. Земля была сухая и таила в себе опасность. Десять долгих лет вы с огромным трудом кормились с этой засушливой земли. Теперь вы выросли и решили, что вам вдвоем снова стоит отправиться в Орегон. Этого хотела бы и ваша мать. Золото. Кто бы мог подумать, что здесь обнаружится золото. И как раз, когда нам расти деньги на путешествие, пора быстро набить карманы и убираться из города. Только туда не явились бандиты и безумцы. А они явятся обязательно. Всю добычу золота контролил человек. В маске его подопечные продали вам лицензию на 9 работ. Так, ну, судя по всему, нам нужно немного покопать. Так, соседский дом, жилоб урода. Интересненько. Давайте золото, пока не закончится действие о лицензии. Хорошо, поехали. Здесь золотые роспицы, но большая часть спрятана под скальной породой. Так, вы намыли золото из роспицы в сторону 15. Ну, окей. Хорошо, продолжить. Жилоб урода, жилоб урода, но большая часть спрятана под скальной породой. Давайте поможем еще намыть. Так, ну, давайте. Выдобыли золото из... Так, 40, вы получили 48. Угу. Доход составил 8 всего лишь. Хорошо, давайте пойдем дальше. Судя по всему, соседняя фирма была заселена. Вы нанесли туда визит, и ваши соседи оказались славными людьми. Вы обменялись с ними любезностями и традиционными обещаниями помогать друг другу. Но главное, вы увидели там Флоренс, их красивую и добросердечную дочь. Вы обменялись с ней лишь несколькими взглядами, но сразу поняли, что влюблены. Соседи вам сами не интересовались добычей золота, но подсказали вам пару интересных мест в отношении мест. Так, лагерь старателей, сырая шахта. Это было так, как она увидела самое лучшее в тебя. Так, как она сделала тебя чувствовать. Так, слабо тщательно раскопано на глубину скальной породы, но только и всего. Ну, давайте намоем золото. Доход составил 20. Ну, это хорошо. Давайте пока не будем тратить. У нас 79. Сырая шахта, заваленная шахта, лагерь старателей. Давайте в заваленную шахту. Богатая... Так, как бы ни было сомнительного замысла, вы все же протиснулись в шахту. Так, назад... Богатая залежимая шахта, чей вход урухнул несколько лет назад на группу шахтеров, похоронив их заживо. Давайте порискнем. Добравшись до первого расширения, вы будете скирить с ногами, взрывом под камнем. Вам стало интересно, чего же умер этот шахтер от жажды или от потери крови? Рубашка погибшего была чуть запачкана, но все еще цела и пошита очень качественно. Так, вы решили зайти еще глубже. Хорошо. Следующая пещера была тесной, воздух у меня был золотлым, вы нашли там золото, но лишь немного. И прочные ботинки. Так, вы продолжили путь. Давайте. Устав и поранившись, вы наконец достигли конца самого дальнего туннеля. И там лежал огромный запас золота, воздух, по всей видимости, сыграл данную шутку с вашим разумом. Пока вы подошли к золоту, вам появился высокий улыбающийся человек в костюме, который курил. Когда вы собрались уходить, он сказал, что бы у нас не было недопонимания, золото мое, но вы можете занять его на время. Интересно, кто это, судя по всему, какой-то дьявол, либо демон. Вы решили, что дальше углубляться не стоит и вернулись на поверхность. Медленно протискаясь обратно к солнечному свету, вы услышали, как отсюда вокруг тратится низкий гул. Вы поспешили, как могли, и ваши руки задрожали по лицу, у вас граном скатились капли пота. Не давали вы вышли из шахты, зажмурзавшись на солнечный свет, как вся шахта рухнула. Ну, интересно, мы там еще что-то нашли, еще и реликвия. Рубашка и ботинки. Так, рубашку. Все новые только защищают от колечащих ран. Плюс 4 к передвижению. Передвижение 15, а тут 10. Давайте сюда, рубашку сюда, ботинки сюда. Реликвия, ага, как использование. Это за, а у союзников в радиусе действия. Ну, давайте сюда. Какое-то коллекционное не очень приятно, если честно. Открыть окно карт. У нас есть две карты. Туз-треф, способность неудачи. Пассивное, ваше попадание не восполняет удачу у врагов, кроме того, находящихся рядом в гипсе, она теряет удачу. Так, а тут у нас что? Это удача 100. 7 жизней, тут у нас 4 жизни. Бонус 5 прицеливания. Прицеливание 50, здесь 65. Что-то у него все плохо. Что это за герой такой? Бонус. Давайте вот этот, то он будет часто промахиваться, судя по всему. Так, деньги 448. Хорошо, давайте в лагерь старателей. В лагерь возглавляемым Александром Кеном добывал золото с помощью промышленных лотков. Кен обладал общенными познаниями по добыче рассыпного золота. Так, вот сейчас улучшенную технику. Давайте максимальную технику намывки рассыпного золота. Мощного желоба. Отлично. Интересненько. Потеряно 300. Так. Ну получается только, только тут что-то делать. Давайте мы намыли золото. Да, доход 20. Подняли золото из глубин. А не стандартное место, это что? У нас нет. Так. Ну, давайте выбрать вот небольшой, как бы. Доход ставил 4. Ну, такое. Ммм, стоило 100. Ну, давайте попробуем. Доход 126. Но это уже куда не шло. Как все долождают, слухи о золоте разошлись по округе. Нескоближайших ферм и поселков сразу разгромили. Одесс беспокоится, что вы не справитесь со своими силами. Он решил, что вам нужна защита. Вы бы не согласны с отцом, но все же приняли его решение в последний раз. Давайте золоте пока не кончится лиценить. Пусть защиту у глава. У главы ря преступников. Так, а сколько еще лиц? А, 3, вот написано. Хорошо. Давайте за соточку тогда. Доход всего лишь 6. Давайте 40, 35. Хорошо. Ну, столько соточек осталось. То есть, грубо говоря, мы все добыли. Давайте сюда в заставу. Что у него есть? Деньги, табак, сушеные травы, прочные ботинки, двойной дробовик. Он нам не очень-то нужен. 405, сушеные целебные травы, постепенно восстанавливают здоровье. Ну, давайте на лук. Вы купили травы, сушеные с режимом казино и решили собрать ли на травы самостоятельно. Ну, давайте мы купили травы, почему нет? А, 3, сушеные травы. А, по одной им дает. Хорошо, давайте так. Мы пошли к мексиканскому городу. Он дал вам оружие, пустые пожелания, удачи и обещания прислать на помощь в Акеру. Так, мексиканскому что может вам, если вы будете лицать с ним деньгами в добыче золота. Ну, такой себе перспектива, но, как бы, игра мне вариантов не дают. Магазинная винтовка. Да, давайте сюда. Мокрый пульт урон 5, подавительный с 1, против частичного прикидыва. Ммм, урон 5, давайте сюда. Моряцкий кольт. Ну, ладно. Тут дробовик и тоже винтовка у него. Хорошо. Перекресток. Дом. Ну, давайте на перекресток сходим. Идли слухи, что незадолго до рассвета земля на перекрестке электризуется, вызывается самое чувство, от которого стоит дылом. В общем, демон-перекрестка, судя по всему. Некоторые уверяли также, что встречали там человека, хорошо одетого и с изящным манером, предлагающийся углазнительную сделку. Он мог дарывать собеседнику большее могущество, если тот замен даст ему часть себя. Интересненько. Ну, давайте я согласился на сделку. И вы почувствовали себя сильнее, но при этом словно вы с пустотой внутри. Выпрямились, чтобы спасти человека нормально ли это, но он уже исчез. Полученная карта. Давайте посмотрим. Открыть этно-карт. Что у нас здесь? Дома треф. Два передвижения. Бескоречная. Каждый попадание врага клечит его. У нас в сторону врага в поле зрения. Вопль. Активная требуется 80. Удача. Туз червей. Туз треф. Ну, то есть, по сути, ему нужна пара, да? По идее, как это работает. Пара плюс 4 при движении. Ну, получается, что так. Да. Калечит его. Дома треф передвижения дает. Так, а что у него с передвижением? 14. Здесь 18. Давайте там больше. Передвижение тоже хорошо. Наемник меня не особо интересует. Так, вики у человека были зашиты суровой ниткой. Он сидел абсолютно не шевеляясь. В кабре у него был пистолет. Обожидко лежали не далеко от вас. Несколько минут он не произвозил немалейшего звука. Затем один раз медленно втянул носом воздух, принюхиваясь. Вы могли бы сходить его по жидке и бежать, но стало учитывать его пистолет. Мы не стали вмешиваться в делах, которые не разбирались и вежливо поприветствовали его. Ну, давайте так. В ответ он кивнул и поблагодарил вас. Ну, понятно. Хорошие поступки тут, в общем, не вознаграждаются. Давайте дом. Бандиты пришли, пробил час расплаты. Но выбор небольшой. Заняли оборону. Разрительность 4, 3, 4. Так, значит, бой. Так, если чичи берет, то будет стоить вам 200 долларов. Я понял, что лучше, чтобы он не умер. Не хотелось бы. Так, это же меняет, да? Так, наверное, мы можем подойти сюда. Не вижу пока больше врагов. Ага, тут не инициативная. То есть мы подходим, как получается. Ну, давайте сюда сначала подойдем. Лопаль. Прямо как картина Крик. Шанс погонения 40. Урон 1. Так, а что если сменим на винтовочку? 62. Все равно лопаль на день. Полное открытие. Выстрел с целью из выбранного оружия. Так, а если рикошет? Можем рикошет? Нет? Нет, по идее не можем. Хорошо, давайте я туда выстрел. Еще и попали. Хорошо. Так, непонятно, есть там кто-то? Нет там. Давайте сюда. Никого. А как судьба и готовность, мне скажут? Давайте посмотрим управление. А, я понял, нельзя посмотреть управление. А в боеготовность меня не научили восстановиться. Это что такое? Шестизарядник. Моряцкий кольт. Ну, окей. Хорошо. Давайте сюда. Типа, если мы оставляем, то... Кно персонажа. Непонятно, в боеготовность что ли нельзя встать? Давайте лучше сюда тогда. Дай, как они все по наемнику стреляют. Тихо, тихо, тихо. Неплохо. Ну, кто-то ходит, кого я не вижу. Так, что у нас здесь? Отец. Может попробовать сюда встать? А, враг. Непонятно. Ну, там явно слышал шаги, что заходит. Давайте попробуем сюда. Быстрая стрельба. Так, это куда? Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Ну, меткость, конечно, у него хромает на обе ноги. Пятьдесят шесть. Ну, давайте сюда. Отлично. Обстрел с сектора. Да, получается, только если он... А, ничего, упор. Нельзя подходить. Деборизованности у него, кстати, нету. Сменить оружие Т. Шестьдесят пять. Почему такой маленький шанс? То есть, вот это вот самый большой шанс. Давайте. Отлично. Музыка, кстати, очень сильно напоминает Phantom Doctrine, кто играл. Прям вот фоновая музыка. Так, сто процентов урон четыре. Нам больше и не надо. Так. А если сюда? А этого он не видит, походу. Да, он этого не видит. И хочет только через рикошет. Но нам нет смысла. Нам нужно забирать тех, кто подошли. Ну, он начинается. Так. Выстрел. Магазинная винтовка. Тут двоим. Можем подойти сюда. Так, что-то сорок четыре. Ну, сорок четыре, это, конечно, фигня на постном масле. Бандит. Бандит. Можем тут двадцать четыре процента. Урон два. Так, рикошет, выстрел. Ну, то есть, два выстрела я не могу сделать. Насколько я понимаю. Давайте сюда-сюда. Так, сто шестьдесят два. А вот непонятная... А, мало ЛД. Хорошо. Осталось три. Ну, пойдем отсюда и увидит. Сто процентов. Так, вот он четыре, ну? Окей. Так, ну, как я понимаю, чтобы попасть сюда, нужно от ведра трикошерить. Быстрая стрельба. Тут сорок четыре. И тут сорок четыре. Ну, к сожалению, тут только если так подойти, но это, по идее, ничего не даст. Так, переключить. Да, я думаю, может быть, на другом кольте есть это, но нет. То есть, можем обойти вот тут, да, выстрелить. Но три жизни, что делать с теми тремя жизнями? Так, ну, давайте попробуем выстрелить. Так, бандит сорок четыре или морит хатца. А, урон два. Ну, он все равно не убивается, даже если попадет. А если так? Двадцать четыре процента. Три выстрела подряд. Ммм. Ну, сомнительно, на самом-то деле. Давайте сюда такой выстрел. Это, конечно, фиаско. Так, ну, давайте сюда. Так. Так, пять жизней у него. Давайте сюда. 64 процента. С меткостью, конечно. Усы на его. Мягко говоря, не очень. Так, хоть вы и выжили в бою, отец был обеспокоен. Он сказал, что вам следует вырыть подземный туннель, чтобы бежать по нему в случае очередной атаки. Он также хотел, чтобы ретем руководили вы. Вам понравилась эта затея 200 долларов. Окей. Отец сказал, что он позаботится материалом хорить ее туннель, а тем временем повсюду происходит нападение бандитов. Вы поспешили в Флорнос, чтобы узнать, не грозит ли ей опасность. Ретель и Флорнос не выжили в атаке, вы нашли ее над телами погибших. Рыдая, Флорнос спала с вами, ваш дом с тех пор уже не покидала вас. Она никогда не говорила о происшедшем, но каждую неделю приносила в детский дом свежие цветы в знак памяти. Пока вас не было, к вашему отцу приходил гость. Он появился словно из ниоткуда хорошо одетый джентльмен с необычным акцентом, изысканный парфюм, почти забивал его странный запах серы. Может, то был... Нет, это безумие. Безумие, конечно, не обращает внимания на все эти знаки, но... Как бы мы это знаем, что это, скорее всего, демон, смерть или дьявол сам, в общем... Это же Хардвест. Джентльмен был весьма убедителен и склонился потратить большую часть денег на омлет, приносящий удачу. Отцу уже изредно доели постоянная борьба и необходимо спрятаться от бандитов, бандитских главарей о плохой погоде. Он хотел, чтобы австральские дела быстро пошли в гору. При этом отец не очень стремился обсуждать случившееся. Он прижал возможности... Нижал возможности омлет, утверждав, что вряд ли он тот чем-то поможет. И все-таки... Дела пошли в гору. Отец быстро нашел новые места для раскопок и те принесли ему немало золота. Скоро он смог купить золотодавающую лицензию лучше прежней. Так, давайте золото, пока не закончится действие лицензии. Так, торговая застава. Нас, наверное, не очень интересует. Так, ну давайте сюда двигаться. Поле раскопок. Раньше, когда здесь только началось искать золото, эта шахта была очень популярна. Но потом ее забросили почти полностью. Ну давайте будем намыли золото. Так, доля мексиканца. Так, вы получили 50. Так, ну давайте уйти. Может быть мы снова сможем... Вы слишком поздно поняли, что ваше золото сделало мексиканца сильнее. Он требовал все больше и больше доли от ваших прибыли. Оставь его было невозможно. Горда и храбра Флорн справилась на приговоры с преступником. Есть воззвать его к доброте. Она знала, что вы ни за что бы не отбудили. Потому что у вас не нашла нибудь людей. У вас лишь остались золото. Но мексиканца не было доброты, у которой можно было бы вызывать. Он оставил Флорн в себя. Вы немедленно приготовились выручать ее. Спасите Флорн. Так. Даже не знаю. Получается, нужно двигаться. Может быть сначала в город зайти. Может быть там что-то будет. Выпустите небольшой переселенский город. В городе по одному из многих из города плагать. Различное оружие. Так. Оно выразилось с собственными шахтерскими инструментами. Выпустили ружение. КВН или молодого шерта. В тот помогал вам добывать золото. Давайте выписите для ружения. Что там есть. Запасы игрока. Деленджер. Обрез. Кобра. Западная винтовка. Дальность среднего урона 4. Бой запас шансов. Винтовка. Ой, ну что ты зависаешь. Риме Борген. Прицеливание минус 5. Как бы не очень. Прицеливание минус 5. И так не попадаем. Урон 5. Подозрительность 3. 12. Зарядник. Урон 4. Урон против частичного укрытия 2. Урон против полного укрытия 1. Прицеливание 5. Укритие 2. Ух-х-х. У нас тут бонус к прицеливанию. Револьверная винтовка. Урон 3. Подозрительность 2. Среднее урон 3. Боезапас 6. Выглядит прикольно, но смысла я не вижу. Позволяет сделать... Ааа. Позволяет сделать 2 выстрела за ход. Вот оно что. Прицеливание на слов 3 больше. Быстрая стрельба. Прицеливание минус 10. Быстрая стрельба. Ну, не сказать, что мне это надо было. Пока что. Деринджер убийца. Урон 3. Дальность самая малая. Так. Давайте еще раз город. Так. У нас 300 денег есть. Давайте вы наняли молодого шахтера, что он помогло вам добывать золото. Ну, что бьем добавил золото на 10%. Отлично. Ааа. Вызвались сюда особо шахтерскими инструментами. Ну, давайте. Деньги-то есть. Где вам помочь? Хорошо. Вызвались на новых местах добычи золота. Тоже хорошо. Так. Ну, поехали спасать Флорнц. Я так понимаю. Вот непонятно. Тут просто оно. Какой последовательности это нужно выполнять. Ну, поехали. Мы отправились спасать ее. Ну, поехали. Мы же сюда сражаться пришли. Так. Винтовка. Урон 4. Урон 4. Шестидарядник. Быстрый острый. 2. Прицеливание на 10 больше. Силы амулета. Приспективная удача в порт. Западный винтовок. Урон 4. Урон 4. Урон 4. Урон 4. Урон 5. Малый урон. Боезапас. Что если убрать его? Подозрительность не упала. 4. Если так убрать. Ну, так, конечно, упало. Но без оружия, наверное, не очень. Так. Подновка. Да. Добавит ему подозрительности. Давайте возьмем винтовку. Тут у нас двойной дробовик. Калибр 10. Прицеливание 5. Обстрел сектра. Самое малое. Прицеливание минус 5. Но урон 6. Урон 3. Урон 4. Давайте вот так. Открыть окно карт. Да. Одну карту. Дама бубен. Бонус. Находясь вне солнечного света, вы невидимы для врагов. Интересно. Дама бубен. Это что? Вопль. Это вот отсюда, да? Два к передвижению. Ну что, бонус 10. Ну, через коле. Каждый враг врага колечит его. 10. Удача. Вопль. Я бы, наверное, ему отдал бы. Я бы, наверное, ему отдал бы. Каждый враг. Давайте лучше вот так. Вот так. А вот эти карты сюда. Да, пара дает передвижение. Черный джокер. Способность нет. Джокеры не имеют своей ценности, но могут заменить любую карту для составляния комбинации. Бонус плюс 5 прицельными, 2 при движении, плюс 4 к зрению. Так, но прицельными, конечно, это совсем хромает. Тут 70. Давайте сюда джокера. Плюс 30, макс удача, тройка. Придвижение 20 и 19. Ну, давайте. Окей, хорошо. Попробуем. Поехали. Так, уже выгодилось. Так, ты знаешь, начинается с этап подготовки. Враги не ожидают нападения и не будут стрелять вас первыми. Враги не будут реагировать, пока вы не начнете стрельбу или не придете слишком близко. Допустимая дальность подхода зависит от раззывительности персонажа. Избегайте врагов. Если из-за кто-то здесь неладное, то через какое-то время могут напасть на вас. Запугивайте их, чтобы осторожно поднять от тревоги. Отец Уоррен, персонаж должен выжить. Хорошо. Понятно. Так. Здесь, по идее, ключ лежит, да? То есть, определенная механика скрытности. Здесь присутствует. Ну, что для них надо сделать? А, вот он, типа, у него радиус видимости. И пока вы не начнете стрельбу или не придете к нему слишком близко. Допустимая дальность, ага. Ладно, могут что-то сделать нехорошее. Хорошо. Так, что у нас здесь? Что если я так подойду? Что-то произойдет? И нельзя ли этого охранника вырубить? Вот что меня интересует. Найдите, ключ от тюрьмы. Тут еще один чувак. Канинслю или нет, к нему слишком близко. Так. Вон, еще один чувак тут стоит. Так, может, тут можно как-то обойти. Тут он, ворота. Ну, я не вижу способа их открыть. Да, ну, получается, нет входа другого, кроме как вломиться себя. Ну, получается, один должен отвлекать. Там могут позвольствовать этих, чтобы отсрочить, поднять от тревоги. Персонаж должен выжить. Давайте всем поближе сюда подойдем. Так. Окей. Что если мы подойдем сюда? Подозревает. Подозревака. Так. А, как выжать ему? Начается через сколько ходов начнется бой. Окей. Используется способность пригрозить, чтобы отсрочить вступление врагов в бой. Эта способность не прерывает подготовку. Да, если честно, я не вижу здесь пригрозить. Окей, если я остановлюсь, да. Захода. А, да худо. А, продолжить другой. Ммм. Окей. Предположим. и как вы лисы радовая of us lock the guards inside to make sure they динтро и стопе так ну неприятно ведь начнется сейчас ход их или нет давайте попробуем конец ходу нажать приготовить то есть в следующем ходе начнется атака то сюда я не забегаю то есть проще прямо сейчас его всадить насколько я понимаю ну давайте еще раз попробуем потом просто переиграю да то есть когда остается один ход это сразу атака давайте пробуем разобраться начать то заново всегда можно так расставщик охранник то есть через окно я не могу выплюнуть случае чего так почему не могу на правой нужно нажать а рикошет этого таунт но это не про меня так хорошо выставил 25 урона дым урон тоже 1 ну давайте сюда ну ну так но можно сюда наверно сдвинуться так на что подходить нельзя потому что это провоцированный типа выстрел как будто не в того хотел давайте заново так ну давайте попробуем еще раз пройти давайте тут подходим вот самая быстро большого и движения у нас здесь вот на давайте вот так подведем сюда а вот теперь подойдем попробуем быстро взять все что нам надо подозревать четыре хода окей используя способность пригрозить чтобы строчить чтобы не враговое способ не проживает подготовку вот непонятно что значит пригрозить а вот и грязи точно есть вывлите врага чтобы выжать ему в течение трех ходов значение зависит от вашей прозрительности что в плечи повторите это действие так хорошо двоечная то есть как можно хорошенько угрожать окей конец хода да так нет нет я не хочу если мы тут еще пригодить нет хорошо давайте так подходим а здесь можно было с двух сторон закрыть его до я понимаю открыть или закрыть что означает запрете охранника в доме вот на вот эти вот нужно нажимать да да хорошо давайте сюда а почему нет а правая кнопка он не увидел меня конечно нежданчик так да он не увидел меня хорошо ну по идее там никто меня не видит так закрытись включим на эти конец хода так кто-то меня видит а там кто-то в окно смотрит так а как в xcom здесь можно поставить точку пути нет нельзя ну это не важно мы можем просто перегрузить здесь подольше а А, там ещё кто-то стоит, кстати. Да, мне походу нужен ещё один парень. Ага, то есть бой начнётся в любом случае. Так, хорошо, давайте сюда-сюда. Так, а сколько урона мне даёт? А, 4, для этого достаточно. Давай сюда. Так, перекрываем выход, надо наверно встать в полное укрытие. Да, давай сюда. Так, Флоренс сразу с револьвером, потому что у меня не забрали револьвер, когда в тюрьму посадили. Так, где я сканал, доставил его? Так, давайте сюда, дробовик. 64%. Отлично. Так, ну тут нужно подходить, наверное. Так, вообще, два худа нужно, прям полноценных. Ростовщик. Урон 5, 54 шанса попасть. Ну давай. Это точно не XCOM. В XCOM при 50% шансе так люди не попадают. Так, что у нас здесь? Охранник 44, 34. То есть у дальнего почему-то 44. А потому что он не в полном укрытии. Так, что здесь? Сменить оружие. Давайте. На винтовку. Он никого не видит. Давай сюда в полное укрытие. Урон 1. А, от любого он никого не видит. Что если сменить оружие? А, сколько даже? 44%. Это чуточку больше. А если рикошет? Нет, ничего. А почему можно было бы сделать рикошет? Да, по ходу нету. Да, ну хорошо. Давайте обычный выстрел. Шанс на попадание у них какой-то, мне кажется, совершенно ненормальный. Так, давайте прицел. 49, 37. Сюда урон 2, сюда урон 1. А если поменять на винтовку, 42 еще меньше. Ну давайте 50% тоже неплохо. Так, тут 44% есть, да? Ну давайте сюда. По идее одна жизнь осталась. Ну, чувак с четырьмя жизнями. Это наш. Отлично. Тут одна жизнь. Ага. Там только сбоку, если обойти. Так, а форенс? Да, форенс тоже не особо добегает куда-то. Давайте сюда. Конец хода. А тут мы можем обойти его. Вот так. Добрый день. Четыре жизни. Хм. Потому что один еще остался. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Попробуем. 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 что будет. Денег у нас нет. Хорошо. Давайте сюда. Ну и за проклятие лишь 25. общий доход. Что-то там. То есть так бы мы платили бы налог, а так и за проклятие. Если не стандартные, то нету. Так. У нас город. Лишь 238. Неплохо. Лишь. 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 Так. Что еще здесь у нас? А-а-а. Раскопочная кампания. Так. Вызначить максимальной эффективной золотой из глубин за 450. Давайте поищем, где нам еще добыть золото. Так, этого все еще недостаточно Так, вот теперь нам хватит Хорошо Так, за 450 Отлично А, это второе было А, ну это я не ту кнопку жал Ну что поделаешь, давайте дальше Так, помпу трюсу можно следовать водомет Для перемещения глубинных золотых залежей на поверхность Угравляющих водометом партнера Мичи и Натан Складили на подождите их слух в небольшое состояние Давайте за 20 долларов, хорошо Спасить мне свои послать Сладооборудование Убыточная шахта Шахта партнерства Аптека Раскоп Ну если на раскоп сходим На море золото Подняли из глубин Так, давайте уже все Угу, что нам с этим водометом что делать И вот это глубинные залежи Ну давайте что нет На карту я запутил за это часто какую-нибудь сумму Хоть так я не поступил за скобка Так, ну какие-то деньги мы конечно зарабатываем Так, во время сердца Я вам послал вам держать бизнес на клубу С помощью илобуров Шахтеры могли добыть сразу Искальные и рассыпные залежи золота Хорошо Пусть так Запресок расширяя квас Пользуя тему Работать с залежами В скальной пароле Так же как с глубинными Извлекать более глубокие залежи Местные для работы поверхности Ну только толку Если залежи не осталось Так В аптеке вот размножаются лекарства и химиката Старые Дикансы Особенно тщательно Силы за тем Чтобы в ней был большой запас Медных слитков и горшков С ртути Шахтеры с возле Для быстрой добычи Рассыпного Глубокого золота При этом удобство В способе Медливого отравления Ну давайте Вы купили Окей Хорошо Говорит С ртуть Так тут А тут еще есть Несколько раскопок А и тут еще Раскопки Ну давайте Потратим все деньги Че уж там Мы уже все купили Давайте Чтобы добыть золото И скальная порода Наверное с рассыпным Чертой породой Поднимать залежи Забить твердую породу Поднимать залежи наверх И скальной породы Давайте Так Доход 0 Просто 0 Так 122 Ну и сюда Осталось А тут технику Изучить Ну Как бы поздно Тоже знал Так Ну у меня еще 7 раскопок Непонятно зачем Так как у меня их нет А вот еще есть Я не увидел Двигаем сюда Так Сенсор Плеса Убнужден Редкого кролика Альбиноса Завешка Можно выжить Хорошие деньги За лапки кроликов Альбиноса Удача Кролик же сидел Поэтому спокойно Хоть и был Желанной добычей Как глупо бы это не выловил Но выпасил Для за кроликом Надеюсь что Пронесет вам Какую-то удачу Ну это интересно Но Мне кажется что Давайте лучше Пристрелим его Кроличья лапка Лапка 35 Максимальная удача Передвижение До сих пор Сададим Так урон 5 Пользовательность 2 Дальность малая Вообще Самая малая Так Ну окей Так Как но Карт А нам еще Две карты дали Бонус Пользоваться Улучшает ваши Характеристики Когда вы Кружены Врагами Требует 27 Удачи Молитва Книга Дает Случайные Мощные Бонусы Бонус Плюс 10 Удачи Туз Пик Так Так Артуз У нас Ковбоя Да Тут у нас Валер Пик На самом деле Передвижение Туз Хорошо Десятка Джокер Давайте флорным Сотодадим Наверное Бонус К сожалению Никого Не получают Водяная Мельница Так На заброшенной Мельнице Вы увидели Странную сцену Там были Два брата Блинца Один из них Держал пистолет А другой Лежал Застреленный Кого-то Из них Вы уже Видели Раньше На бокате Разыскивается Увидев Ваш Пистолет Убийца Выринул Свой Объявил Что Невиновен Так Застрелился Укро Кровожерного Брата Салех Самозащит Он Плажет Вам Забрать Его Пистолет Так Давайте Заведем К шерифу Он Не очень Выглядит На самом Трель Дружелюбно Вы Получили Наград Запойнула На пистолет Шериф Салех Вещественное Доказательство Хорошо Мы Если что Купим Так Вымкнулись На дом Небогатой Семьи Смол Бриджи Хотели Уехать И говорили Что Здесь Им жить Опасно Но Без Денег И не Могут Подгодиться Даже К Путешествия Вы Согласили Что Время Читаем Сына Объяснили Что Он Некогда Давайте 200 Денег Держите Но Что От нее Толку Посмотрим Будет От нее Толк Рассматривая Крестности Вы Нгнулись На Узкую Расселенную Вы Могли Спуститься В нее Но Это Было Рискованная Затея Если Не Подгрузиться К Можно Легко Пучить Ловкости Где Мне Его Взять Давайте Бегли Рап Человек Поиспуган Он Старал От холода И голода Он Рассказал Что Бернал Траста И В бегах Уже Несколько Месяцев Бегли Смор Возвязь Его К Себе Боясь Что Они Уже Взяли Его След Он Убеждал Что Иначе Его Непременно Заберут Обратно Туда Где Его Сделал Сделку Заключили Бывший Раб Был Вне Себе От Радости Он Напишал Вам Что Вы Не Пожалеете О Своем Решении Бес Так Пусть Господь Ушел По Делам Но Проповедник Так Горили Тоже Мог Творить Чудеса За Определенную Плату Он Бался Вылечит Самая Серьезная Болезнь Те У Кого Ни Денег Было Немного Могли Оставить Свою Лепту В Ящике Для Подшественных Согранитирования Напоминания В Молитвах Этого Дня Так 25 Долларов За Пожертвование Ну Давайте Кто Знает Благовенная Быстрота Давайте Что У нас Тут Осталось Немного Тут Осталось Можем Сходить В Город И Вчера Подкупить Расселено А это Там Эликсир Ловкости Нужен Нет Не пойдем Могли Эликсира Давайте В город Выпустили Оружейник Итак Флоренс Бествольный Револьвер Ей Наверное Нужна Револьверная Винтовка Средняя Подозрительность Три Урон 6 Такой Револьвер Конечно Серьезный Винтовка Реми Боргена Урон 5 Прицеливание Минус 5 Не очень Позряду Сделать Вход Вход Давайте Ее Предложение Враговца Гармоника Пистолет Малая 6 Прицеливание Минус 10 Ну Прицеливание Минус 10 Это Несерьезно Прицеливание Прицеливание Минус 5 Урон 5 Урон 4 Зато Мощь Прицеливание Полного Ну да Только Минус Прицеливание Минус Урон Я бы Купил Так Общая Стоимость Предложения Игрока Как мне Золото У меня Здесь Золото Все Примет А вот Деньги 145 Правильно Правильно Царковля Отлично Давайте Выдарим Лоренс Винтовочку И 12 Зарядник Бествольный Револьвер Минус 5 Меткости Кто-то Круп Думал Проклятие Амулеты Важный Персонаж Да Но ничего Полезного Здесь Нет Больше Но Суде По всему Нам Только Двигаться Да У нас Хотя 7 Раскопок Но Тут У нас Ничего Низ Торговая Застава Табак Деньги Почные Ботинки Сушен Эликсир Ловкости Нет Поехали Сюда Так Полная Анархия Это Места Полного Разного Сброда Вы Спросили Не Знать Легит Кто Как Снять Проклятие У Каждого Из Них Был Свой Верный Метод Один Из Советников Вам Помолиться Другие Сделали Давно Известны Медленно Антиколазит Желание Избросить На Монетку Сделку Сбродом Зачем Нам Сделка Сбродом Непонятно Так И драка Еще Да То есть Можем Вернуться В Глок И Там Навести Шороху Так Пусть Знать Проклятие Экзорцизма Ну Давай Такой Эффект Это Не Принес Так Проклят Слежавший Отца Сделать Добычу Золота Невозможным Как бы Вы Не пытались Если Вы Не искали Ничего Не Получалось Ситуация Обезнежная Хоть Вы Не Сказали Об этом Ни Словен Отца Было Очевидно Немало Вечеров Пошли У вас Полное Мочание Однажды Послушавшись Вы Увидели Записку От Отца Он Звенился С Незачное Решение На То Случилось С вашей Матерью Сворен С вами Он Любил Вас Должен Был Уйти Нет Он Был С Лучшим Стрелком Вы Обнажили Хижину Которая Жила Молодая Женщина Для Слыш Что Она Может Предсказать Будущее Посмотрели По Конституции Рассматривала Вас О Есть Эликсир Ловкости Купим Одн Улучшает Защиту Парашют Уже Горы Фигурка Койота Костяной Элемент Плюс 10 Прицеливания Берем Так Ээээ Что-то Можно Продать Наверное Странно Что У него Самая Большая Стоимость Но Я бы Не сказал Что-то Что-то Хорошее Обрез Кобра Магазинная Винтовка Шестезарядник Так Денежку Нам Подкинь Колодец Давайте Образили Навернемся С Эликсиром Ловкости Теперь Клифф Ловкости Сошло Доброе Слово Чтобы Вы Не Пострадали Вы Нашли Природную Пещеру Которую Судя По Камням Могло Бнушиться Золотом Поместитель Пещеры На Карте Так Ну Давайте За 15 Ой Тут Можно Было У У меня Аж Есть Роскальная Порода Навременно С рассыпным Пестом Пест Примерно Роскальная Порода Глубина Камбла Чем Слово Можно Мыть Как Верхнее Росыпи Так Нам Или Но Не Очень Как Это Стоит 40 Давайте 451 Ну Давай Теперь Вернемся Теперь Можно И Путратить Чиска Мелл Лошадей Насколько Потом Они Пытались Написать А так И Не Вышло Ну Как Бой Кто Здесь Это Был тот Самый Колодец Казан Говорили Люди В него Можно Бросить Монетка Загадать Желание Выбросили Монетку На удачу Давайте Это Не Произвело Когда Вы думали Что Хуже Ничего Не Будет Вернувшись После Тяжелого Рабочего Дня Вы Видели Что В вашем Доме Хостянечат Бандиты В Цель На Состояние Водиты Поплодятся Жизнями Осадите Дом Так Ну Без отца Как бы Я думаю Зачищать Город Я бы Не Стал Так Ну Что Так Давайте Вы Видели Издалека Кважен Ведет Хозяин Чит У вас Дом А В Этак В Этак В Этак По Секретному Цены Зря Вы Что Ли Копали Сам Он Так Пока Вы Готовились Вышел Укрываем Вами Раб Он Работал В Поле Когда Увидел Что Ль Дом Пробежит Сужен Лег Сам Он Был Не В Винтовка Средняя Так Ну Винтовку Можно Взять Получше По идее Магазинная Винтовка Вот Он Четыре Среднее Среднее Прицеливание Пят Только Тут Прицеливание Десять Добавляет Я бы Не помешает Так Тут Пятерочка Западная Винтовка Здесь Прицеливание Минус Пять Защита Прицеливание Конечно Не Вообще Хромает Давайте Сюда Вот Так Шесть Сот Пять Так Флоренс У нее Есть Три И Четыре Нам Шести Зарядник Почные Ботинки Здесь Максимальная Удача Можно Прицельно Прицельно Еще Меньше Сорок Пять Западную Винтовку Минус Пять Защита Давайте Так Прицеливание Шестьдесят Но Теперь Откалечащих Ран Ну Получается Что Да Сошел Нацелебные Травы Можем Выдать Флоренс Ну Все Поехали Что Сожгли наш дом Вот это Неведиски Так А где Сами Враги Так Давайте Сюда В комнату Попробуем Забежать Вот Добрый день Почему Шанс Такой Маленький Семьдесят Девять Так Если Флоренс Будет Встать Вот Сюда Ну Давай У нас Житово Сорок Девять Процентов Видит Шестьдесят Четыре Может Выстрелить В этого В этого Отвага Тем Больше Бонусы Вы Получаете Малитва Двадцать Пять Так Отвратит Лена Ну Отвага Окей Что за Бонусы Только Непонятно Вот Урон Теперь Сто Процентов Ну Вернее Шанс Так Ну Тут Одинаковые Плюс Минус Ну Радует Конечно Что Они При Семь Десяти Процент Попадают Так Тут Их Пойти Двое На втором Этаже Походу На втором Этаже Он Стоит Так Ну Я предлагаю Наверное Сюда Так Семьдесят Девять Сюда Семьдесят Девять Так Что У нас Здесь Здесь Может Он Встать Сюда Давайте Семьдесят Четыре Процента Ты же Сфан Гава Тебе Обошел Почему Семьдесят Четыре А не Сто Радует Что Попадает Так Вот Отвагу Еще Что Нет Семьдесят Четыре Давайте Сюда Шансы Попасть Конечно Не могут Не радовать Ай У тебя Что Есть 43% Ай Пока Что Не будем Этого Делать Как Нам Подняться На второй Этаж Лестница Вот Давайте Лучше Этим А Нет Да Придется Флоренс Дойти Давай Давай-ка Мы всадим С двух Винтовок Так Флоренс Давайте Наверх 64% Ну Ну опасненько Я бы Лучше Встал 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 В защитную Более Укрытие О Вот Это Попадос Ну Посмотрим Сможет ли Она Разобраться Продолжение следует Урана Лепоза Он должен Был Попасть Так Ну Давайте Сюда Я не думаю Я не думаю Что он Забежит Просто Чтобы Сланга Зайти Почему 62 Отлично Железные Затурги Затурги Сзади Так Флоренс Да Там Где-то Еще Чувачок Затурги Неужели Неужели Так, добрый день Так, и один где-то сзади стоит, да? Так, 47, а так 49 Давайте 37, да, но в списке это явно у них меткость больше На это вещь нужно спуститься из окна, она его не увидит Может встать сюда Вдруг и увидит Ах, это шедиско Не видишь его отсюда? Ну давай, перезаведись Отлично Так, сценарий пройден Ну как-то у меня неплохая в целом игра Не зря ее советовали под видео Что И, конечно же, ставьте лайки Подписывайтесь И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok